I have ways of blowing things off. В прошлой серии мы с вами победили Серого Ворона. Честно говоря, я ожидал, что мы закончим серию до битвы с ним, но я думаю, вы это уже знаете. Также я хотел побегать и посмотреть еще некоторые секреты. А теперь я не знаю, что будет, когда я вернусь. Давайте я наберу себе полную магию. Спасибо, чувак. Я не знаю, что будет, когда я зайду в дверь, дадут ли мне еще телепортироваться куда-то или нет. Поэтому посмотрим, как это все сейчас будет происходить. Я в игру после этого не заходил. А, да, все, у нас тут братья и сестры. Настал день, который мы так ждали. Сегодня врата смерти отворились, и госпожа смерть, в смысле госпожа, он же госпожа, это госпожа такая? Ладно. Снова пришла в этот мир. Оставьте страхи, ибо это не конец света, а начало светлого будущего. Силы жизни и смерти погрязли в хаосе на долгие тысячелетия и не без нашей вины. Мы должны искупить свою вину. Мы должны принять свою участь. Мы должны отречься от тех, кто лишил нас надежды. Пора положить конец династии лордов врат, вернуться к круговороту жизни, заложенному природой. Вопреки тому, что наш мир колеблется на грани забвения, духи чаще все равно просачиваются в него. Скоро начнется новая эпоха, и мир заполнит новую жизнь. Духи чаще, это вот эти зелененькие маленькие. Чтобы это произошло, последние часы судьбоносного дня должны пройти так, как было предначертано. Ворони, которые удалось освободить смерть, должно свергнуть у орда врат. Дайте мне еще... А, финальная дверь! Финальная дверь. Хорошо. Я боялся, что мы пропустим какую-то ставку. Погодите, ребят. Мы туда, конечно, пойдем, но... Так, во-первых, сначала с тобой поговорим. Я не сомневаюсь, что у тебя получится завершить свое дело. Поверь, свои силы. Хорошо. Я хочу буквально еще пару вещей быстренько глянуть, пока мы не пошли туда. Так что... Вернемся, если я что-то найду. Так и нашел. На самом деле, я ходил в поместье ведьмы, и... Я вам говорил, что с горшками там точно есть какая-то загадка, но я не знаю, как она решается. Я почему-то подумал, что в поместье ведьмы я пропустил какой-то паттерн решения или что-то такое. Я его так и не нашел, я обошел сейчас все поместье. В подвал я не ходил. Возможно, что-то в подвале есть это решение. Знаете, почему теперь я уверен, что там есть секретка? Я пошел посмотреть ачивки. И в ачивках у меня не получена ачивка найти тайный сад ведьмы. Вот. Но, зато, я нашел башню близнеца. Как бы это сейчас, наверное, плохо прозвучало. Ну, ладно. У нас же постоянно была башня, в которой сказано, что есть башня-близнец, секрет найдет там умный жнец. Я нашел эту башню. И если подойти вот сюда... Опа! Получаем вот такую штуку. А здесь... Неувидающий цветок. Его тусклая аура указывает на плачевное состояние этих земель. Это просто блестяшка или... Это блестяшка. Хорошо. Лепестки цветка мягкие и нежные на ощупь, но серые чахлые на вид, словно он во власти жизни и смерти одновременно силы, что таятся в этих краях, питают все сущее, даже за пределами отведенного срока жизни. Ясно. У нас еще четыре ненайденных блестяшки. Я уверен, что как минимум одна из ненайденных блестяшек у нас будет в саду ведьмы. Как его найти? Я, пожалуй... Ну, конечно, можно пойти посмотреть в интернете. Чего уж там, это не проблема. Но интересно же найти самому. Точно, что тут нет больше? Поэтому, наверное... Что у нас по секретам осталось? У нас оставался сад, у нас оставалась башня и у нас есть также дверь с колоколом, которой нужен ключ. И, наверное, там, где вершина Бетти, там, где вершина Чудовища, там у нас было какое-то место такое странное. Еще почему-то там факелы, которые зажигались, не зажигались. В общем, секреты здесь еще есть. Мы нашли довольно много, но секреты здесь еще есть. Наверное, потихонечку сейчас будем двигать уже в сторону... Ключника. Лорда врат. Ну, как бы, очень хотелось бы найти все, что здесь существует. Ну, ладно. Эта игра очень заманчива в том смысле, что здесь хочется найти все. Посмотрим, что нам предложит, наверное, финальный босс. Посмотрим, как это все получится. Я сейчас с этими чуваками сначала драться буду. Это типа мини-боссы, да? А что тут? А сюда я приезжал, а тут что? Автобус. Не, ну я понимаю, что автобус, но... Ну, блин. Ну, ребят. Я хочу что-то. Ай. На самом деле, секрет с башней-близнецом, он вот тут... Ну, как бы... Ну, не такой уж и секрет, получается. Небольшой. Ладно. Я давно слежу за тобой, юная ворона. Кто бы мог подумать, что все зайдет так далеко, а? Ну, все же это случилось. Каждый из мне подобных был возвращен своим лордом-предшественником, готовясь занять его место. День нашего появления на свет нам сразу раскрывает день нашей смерти. Мой предшественник, мой создатель, был хладнокровным тираном. Он был одержим порядком, говорил, что все должно быть по правилам. Старый дурак даже не дал мне имени, представляешь? Как прошла бы твоя жизнь, если бы тебе с самого начала сказали, когда ты умрешь. Если бы все твое существование сводилось к его финалу, ничего не оставалось, кроме как постараться предотвратить свою кончину. Я знаю, мои поступки не были никому во благо, им даже нет оправдания. Но я могу просто взять... Не могу просто взять и умереть. Не сдамся без боя. Итак, юная ворона, сможешь ли ты биться за свою жизнь так, как я бьюсь за свою? Мне страшно? Пожалуй, да. Оп! Оп! Офигаси, ты крутой! А, это была его первая фаза, типа? Все? Мне теперь страшно. Ты, конечно, молодец, ты потратил мне три снаряда. Ага, понял. До свидания. Ты предлагаешь мне сейчас тебя не бить, а просто пойти по лабиринту? Оп! Оп! Ха-ха-ха-ха! Смешно, смешно, чувак, я не спорю. Это телефонная будка, впустите, мне звонят. Ать, ать, ать! Блин, попал одним. Ага. Смешно, смешно, не спорю. То есть я должен был бежать, уворачиваться все это? Спасибо. Пожалуй, я вот так пока что сделаю. Да ну так не честно! Че, два снимут с меня? Нет, одной снимут. Я был во временном бессмертии. Аблин. Две хпшки я потратил на него. Арена. Твоя ж тебя не бьет, да? Опа-па! Я думаю, мы будем биться по всем локациям, да? А, тут я тебе уже поднадал леща, и ты решил свалить. Эх, я знаю даже где это место. Это же вот эта центральная локация. Тут еще четыре мобы тусили. Пойдем дальше. А, вот то есть в этом мире я тебе ничего не сделаю, да? Оп! 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 Блин, ты со своими дверями заколупал, честно. Я тут набить не могу себе, ну ладно. Ох ты ж! Че так крут? Ну он начинает трескаться. Ой, нет, 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 нет! Блин, я так полагаю, что чекпоинтов никаких нет, это все нужно пройти на своих чистых жизнях. Как я это сейчас сделал без урона, кто бы знал. Нет! Я думал на эти фонарики можно прыгать, но вы нормальные вообще, они же там стоят не просто так. Так, ладно, третья локация. А, ты еще и мимикрировать будешь? Ты что, гаснешь после каждого такого раза? Не надо меня бить! Не надо меня бить! Все, последняя хпшка осталась. Ха-ха-ха! Просто так, откуда? Давайте не сначала, пожалуйста. Ну это очень моторошно, конечно. Откуда? Не сначала, не сначала, пожалуйста. Это было бы сейчас глупо попасть на такую штуку. Опа! Ого-го-го-го-го! Смешно, смешно, чувак. Оборжешься просто. Просто оборжешься, как смешно. Интересно, вот эти удары по нему засчитываются или нет? Не отхватываем, от него не отхватываем. Кстати, по мне урны летают. Опа! Не получил. Нет! 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 Все, ты догорел. Вот, на самом деле, драки с ним не такие сложные. Сложно именно умахиваться, умахиваться, уворачиваться от его бычар вот этих вот. Ну, блин, двери вот такие очень доставучие. Причем, вот этот момент, он еще ничего. Там где-то есть парочка моментов, которые вот вообще не прикольные. Оп. Идем поджигать. Идем поджигать. Да, серьезно? Собака ты... Давай... Я же сказал, что, типа, драться с ним не очень сложно, и он мне такие два хита делает. Вообще ложовые. Так, ну что ты мне расскажешь? Ну вот, вот кувыркнулся, все, улетел. Вот хит на ровном месте, пожалуйста. Очень обидно. Ну вот опять, ну елки-палки, ну просто... Ай, блин, бесит, ни с того, ни с сего. То есть, если ты не прыгнешь, по тебе попадет дверь. Если ты прыгнешь, ну окей, значит, ты упадешь нормально. Да, ну серьезно? Ладно, ребят, сейчас. Доходим потихонечку до зимней локации. У него горение не срабатывает, если он катается. А он катается много. Да, ёпарес, это я... Да, дважды! Ты нормальный вообще? Все, это мы тоже... Вообще, тут он быстро что-то сейчас прошелся. Даже не знаю, что сейчас брать. Это мы дальше еще вроде не видели. Видели, я не помню. А, точно, точно, точно. Да, тут, ага, видели. До свидания. Блин, с последней хп остался. Оп! Это вообще печально сейчас. Так, последний файт с одной хп-шкой. Хе! Так, телефон. Он же там не зря, погоди. О, полная хп-шка! Минуточку! Это типа чекпоинта, что ли? Я туда чуть-чуть не дошел. Я вернулся сюда, мне полностью восстановили хп-шку. Хе! Будка разломана. Тут вообще все разломано. Тут ничего нету. Мало ли, мне просто интересно. Ну, это мы у себя в агентстве, только теперь все двери забаррикадируем, все проходы. И ведет нас все на главную арену? Ну, видимо, да. Зачем все это, ворона? Зачем мы существуем? Чтобы следовать по стопам лордов. Что были до меня? А, зачем? Чтобы повторять одно и то же снова и снова. Зачем? В чем смысл? Если все равно умрем. Ну, то, наверное, я никогда не узнаю. Ну, тебя я убью. Потому что я никогда не умру! Ха-ха-ха! А, да. Черт. По-моему, он взбесился. Последний лорд врат. Черт, если заиграла рок-тема, то вот-вот сейчас будет прям вот сложно. Он, типа, сейчас будет делать все, что он до этого делал? Ай! Ай! Так нечестно, тварина! У него еще и циклы неуязвимости. Серьезно! Да иди нафиг! ВОДЫ Вот вообще красиво! Не прыгай на меня! ХОВНО КУСОК! по чуть-чуть набил себе ай он уже горит но и я уже тоже в хлам да ну блин вот это читерская фигня она была на всех испытаниях на на улучшение нашей магии вот это вот замедление его никак по моему ну насколько я понимаю насколько я знаю его никак нельзя прервать или как-то от него уклониться ясно понятно оба не угадал оба не прыгай а а а вот эта фаза и просто обожаю божественное нет оба оба говори пожалуйста не прыгает она не прыгает и на меня я же близко был когда но так катается гаснет спасибо вообще супер нет 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 но но это гарантированный хит просто когда он так делает этот про сгори да блин рано прыгнул он еще и сверху на меня приземлился оба оба ну все я ему ничего ну смотрите в этот раз его хорошенько покалечил хорошо пойдем 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 короче более меня всего если руки прямые более-менее всего уклониться можно почему у меня скипнуло на лук хорошо ну вот нет минуточку а если если спамить пробел то выпусти меня урода кусок минуточку минуточку я только часто заметил если спамить пробел меня это выпустит или нет да это я сейчас глупо попал короче все сливаем их попытку мне не нравится я много отхватил я только сейчас заметил что этот кружок начал дергаться если мы спами пробел возможно из него можно вырваться если дату это не гарантированный хит блин это серьезно сейчас проходил все четыре испытания на оружие только сейчас узнаю про эту фигню я могу да так минуточка отсюда это работает или нет да это работает это не гарантированный хит короче официально заявляю что я прошляпил очень крутую механику игры сгори тварь нет полин я об этом пожалеешь ооо зашибись что блин что с тобой не так так но он горит вроде ой это было больно что-то за странные взрывы ой 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 блин я расслабился я вижу что уже почти конец и я расслабился а нельзя расслабляться это финальный черт побери босс пробел ты говно кусок он прям на меня прыгнул есть хух нет ну так то ну конечно не сложно это что третья попытка я даже ничего не вырезал прям в прямом эфире пожалуйста прости меня свет отключили 500 нужно что не удали мы собрали здесь чтобы почить память покойного в чьих руках лежала судьба нашего мира конец династии конец последнего лорда врат одни видели в нем таинственного начальника другие угрозу нависшую над нашим мирозданием вся его жизнь была попыткой превзойти своего создателя мир запомнит его как вклад его вклад в технологии по улучшению врат красивая картинка а также его умение поддерживать порядок в гибнущем мире и конечно его непоколебимое желание избежать смерти любой ценой любой ценой да собственно смерть забирай свою силу ладно его стремление было не разу его стремление были неразумны и руководила неутомимая жажда жизни кто знает как бы поступил любой из нас если бы оказался на месте этого лорда скриньте голову в память о нем воздайте последней почести его дни сочтены врата смерти и так о мы сможем вот такие интересные заставочки любоваться тетрами пожалуй никому не помешает если я сейчас подведу некие итоги вот кстати это чувак который нас перевозил носорог вот этот вот который лежал в лифте да лесной народ счастлив вороны счастливы там у моряка тоже сидят люди пируют празднуют окончание эпохи начало новый о этот супецкий тоже собрался с лесными духами блин вот видите вот там вот дверь кстати вот этого места я не это возможно что это тайный сад я этого места не помню черт мне это не дает покоя я хочу надеюсь у меня будет возможность потом вернуться и посмотреть какие то вещи которые я еще не нашел уже не на запись ставить для себя потому что очень хочется отыскать все тайны этой игры я не перфекционист и не прохожу игры на идеально но это игру просто хочется пройти полностью в ней так все вот это я потихонечку перешел в подвод итогов так что давайте подведем итоги мое личное мнение это шедевр это шедевр это офигительная игра она такая тихонечко незаметненько ее анонсировали тихонечко незаметненько она вышла но это очень крутая вещь это просто знаете который вот must have и devolver игры они оправдали свою репутацию они выпускают вещи которые здесь они нет игра тяжелая нет нет она не тяжелая она challenging такая вызывающая у вас соревновательный дух но она не тяжелая потому что видите даже финальный босс там проходится с двух-трех попыток любой кто играл в dark souls просто рассмеется вам там сейчас в лицо истерическим смехом нет игра не тяжелая она такая знаете вот именно приятно тяжелая она дает хороший челлендж она дает это вот ощущение что вроде все как легко и играючи но ты чуть-чуть расслабляешься и тебе тут же прилетает по щам ты чуть ты собрался все дальше пошел играешь легко их легко 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 ты думаешь ну легко же расслабляешься бах опять тебе прилетает по щам вот поэтому в этом смысле игра держит офигительно хороший баланс мне это очень понравилось вообще ощущение от игры просто неимоверные она чем-то ну то есть понятно что о погодите сцена после титров кровь и мы ночевочка меня вернули о круто то есть я могу еще походить что-то сделать я надеюсь так вот подвести итог геймплей просто обалденный механики просто тоже обалденные суперские выше всяких похвал он сюда переехал все сюда переехали так вот я считаю что игра вот прям твердая десятка музыка атмосфера какая-то своя такая внутренняя физика движений она не раздражает ты чувствуешь тяжесть персонажа тяжесть оружия сражение все все это приятно так ощущается физика под по вот этому вот она очень сильно отдает мне таким ори ори и слепой лес или вот вторая часть ори которая выходила это пару лет назад да вот то есть понятно что очень многие вещи взятые souls like игр и вот это все опять же души то что на них надо покупать их нужно собирать и то что все противники респаунятся то что у тебя определенное количество хилок кстати с хилками отдельная штука очень прикольно сделали вот эти все фишку с растениями мне очень понравилось знаете пожалуй не было ни одного бесячего момента во всей игре не было ни одного бесячего момента который я бы фу блин зачем вы это сделали вот вот ни разу такого не было были моменты которые мне немножко поджигали потому что ну резкие боссы опять же это devolver это люди которые создали катана zero это люди которые создали enter the gungeon еще кучу всяких тот же hotline майами это их стиль резкие поединки мало жизни большой риск это это в как раз в их играх и нравится и также чудесная атмосфера то есть сочетание хорошего геймплея хорошие истории приятных персонажей и просто чумовой атмосферы получается шедевр очень простой рецепт ребят вот те кто вот эти вот студии которые тратят на миллионы и миллиарды на создание игр просто поучитесь как делать хорошие игры игра не обязательно должна быть трипл эй чтобы стать отличной такой вот такая вот очевидная неочевидность под конец да все ребятушки будем на этом заканчивать с дверью смерти мне эта игра очень понравилась я в нее просто влюбился мне хочется здесь оставаться еще я надеюсь выйдет какой-то лс выйдет еще что-то хотя история честно говоря такая завершенной и продолжать уже вроде как ничего не надо я просто хотел бы опять еще побегать по этому миру не знаю как все получится но на запись мы с вами проходим эту игру мы прохождение сегодня заканчиваем поэтому увидимся в следующих игрушках следующих проектах спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда ну что уж ребятушки маленькая сцена после титров я уже не знаю сколько она маленькая эта игра настолько шикарно что в тот же день когда я закончил записывать последнюю серию с прохождением босса все дела вечером я засел и продолжил играть из последнего лорда врат выпал ключ этот ключ вел колокольни с колокольни можно кое-что сделать так что дальше я уже вам прям спойлерить не буду я думаю это как раз та часть игры которая интересно будет пройти самому она тайная и заключается она в том что вам нужно добыть добыть семь камней истины не путать сколько какими другими разноцветными камнями это довольно сложно у меня ушло наверное часа три с половиной четыре геймплея для того чтобы справиться со всем этим заданием по добыванию камни очень разные но они все связаны с теми местами где мы уже были помните как на заброшенных башнях я вам говорил что там зажигаются эти факелы на потом сразу же гаснут возможно есть какой-то момент когда ветра не будет да это правда потом если вы помните вершину горы над монстром бетти я еще такой говорил с этим что-то можно сделать почему они могут здесь ничего сделать с этим тоже связано и целый ряд других вещей как с которым мы сталкивались на протяжении игры я не доумевал но как же это все не просто так вот она на самом деле все не просто так 7 испытаний которые нужно пройти чтобы добыть семь камней которые дают право узреть истину и узреть истинную концовку ребятушки собственно для этого мы сегодня с вами и собрались поехали я хочу чтобы вы на это посмотрели попадаем вот в такое вот местечко и у нас тут как видите очень странные дела происходят посмотрите на этот глаз и на это тоже смысле много веков назад вершине великой башни я не могу кстати скипать стояли врата что предшествовали остальным эти первые врата открыл человек жаждущий завладеть силой богов за такую дерзость он поплатился своей душой человек слился с сущностью имя которой истина он обрел знание обо всех вещах на свете он сбежал вернулся в мир живых но душа его уже растворилась в вечности первые врата были разрушены вместе с ними рухнула великая башня в горах истина проникла в мир живых привязанная к руинам где когда-то стояли врата лорд врат воспользовался случаем и забрал силу первых врат он восстановил врата в другом месте запечатал смерть по ту сторону из-за его поступка мир начал чахнуть он гас на протяжении веков одному жнецу было поручено забрать душу смертного который открыл первые врата невыполнимая задача ведь его душа уже растворилась в вечности не зная этого жнецу пришлось бы блуждать много веков в поисках нужной души истина обратилась к свободным воронам и даровала им знания также указал путь к спасению мира от угасания она убедила ворон вмешаться в дела комиссии чтобы та поручила вороне избраннику забрать душу великана и вот ворон избранник отправляется в путь собрав все семь скрижали истины оформлю вороне истина ворон избранник уберет место где стояли первые врата и освободит силу Истины из заточения stead которое о и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, эта игра никак не меньше, чем шедевр И, честно говоря, там среди скрижали истины Чтобы добыть одну из них, нужно было убить секретного босса После этой концовки я был уверен, что меня ждет еще один финальный секретный босс Ну, как бы освободить истину, все дела Но мы увидели, как ворон улетает в закат И я думаю, что это задел на вторую часть Там, где мы будем искать истину, история продолжится То есть, да, Лорда Врат мы убили, но там что-то еще есть Это очень красиво, очень классно Я буду с удовольствием играть во вторую часть, если она выйдет Я очень надеюсь, что она будет Хочу больше этого геймплея, хочу больше этой игры Она просто невероятно атмосферная, классная Со всех сторон Все, ребятушки, теперь точно все Вот, и увидимся в других игрушках Всем удачи, добра-бобра Всем молодышек, всем покеда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok